Полтора года я не была на Фиоленте. Уже магазин построили. Яшмовый пляж. Пляж, конечно, очень красивый. И яшму там выносят на берег. Вот. Но спускаться к нему 800 ступенек. Ой, ой. Я как вспомнил, так вздрогнула. Вот надо так сделать забор. Бутылки торчат. Ну, хоть сделали бы тогда пошире его. Чтоб не торчали бутылки-то. Что вот это такое? Дома-то тут хорошенные. Чего они все сдают летом? Ямищи какие. Свято-Георгиевский, Фиолентовский, Балаклавский мужской монастырь. Сейчас я вам его покажу издалека. Я туда не пойду, конечно. Машин тут, людей приезжает круглый год. Летом вообще. Автобусы с экскурсиями. Какие-то сделали ворота-то. Мы тут соленкой торговали моими украшениями. Потом монах сказал, что Богу серьги не угодны. И все, и мы перестали сюда ходить. Мы уже жили на одном участке с Мишей. У нас участок был пополам поделенный. А потом вот мы уехали в Черноморск. Потому что не было воды. И проблем всякие. Так, тут кафе какое-то. Погода, видите, какая. Вообще, это мое любимое место. О, шлагбаум поставили. Чтобы дальше машины не проезжали. Не, ну облагородили, конечно, место. Что и говорить. А был-то тут ужас. Ужасный. Вон там далеко мыс Айя. Ой, внизу сделали. Ой, внизу сделали. Пушкинская беседка. Пушкин сюда приезжал. В монастырь. Вот дорогие движения. Большая. Вот там внизу, это Яшмолый пляж. Яшмолый пляж. Да, все. Я юночка. И вот там вот парушка идет. И вот она стряла. Так вот она туда. Летом приходит кораблик из Балаклавы. Ну, прям на пляж сюда. И вот мы с внуками вниз спустимся. Туда пока вниз спустишься, уже ноги дрожат. Вот. А потом садились на этот кораблик и в Балаклаву плыли. А Алиночка моя на машине за нами приезжала туда. Привезла я снег в Крым. Не было же снега. 6 сентября 1820 года из Байдарской долины с генералом Раевским и его сыном Раевским-младшим Пушкиным пребывая в Тескополе, Георгиевским у нас. Вот она, это скала Андрея. И там стоит крест. Сейчас я приблизить попробую. Вот такое вот замечательное место. Летом тут, конечно, красота. И лесенка такая. Ступенечки такие невысокие. Вот. Так что, очень я люблю Алиночку. Просто вспоминания тяжкие. Потому что Алиночка, когда мы здесь жили, она и ходила, и машину водила, и жила как нормальный человек. Если надо, столько выложили плиткой, то метраж прибыл. А тут все. Все у нас так. Сейчас за зиму эту дорогу все разобьют машинами. А летом будут идти люди на ямах спотыкаться. Вот такие вот автоматы с водой в Крыму. Здесь вода такая, что ее пить невозможно. Поэтому воду приходится покупать. Ой, зашла в магазин. Там Верочка работает. Такая приятная. Вот она, когда тут жили, и потом уехали. Я все время захожу. Такая она прям вот. Ну, очень приятная женщина. Очень приятно, что тебя помнят. Хотя я вот уже полтора года не была. Не тот трос. А что делать теперь? Ну, что ж так. Ну, что-нибудь сейчас попробую. Попробую. И тебе-то без машины никак. А я зашла в магазин, Верочка меня узнала. Представляешь? Что ж делать-то? Можешь завтра с утра такси вызвать? Да поехать до Эппатории. А там то ж я доеду с утра-то. Да? Я замерзла, как собака. На фиоленте ветрище. Ледяной. А ты сам-то видел, что там сделали? Ну, на фиоленте. Миш, там такая красота. Ты что? Здорово. Кругом дорожки, лестницы. Эти фонарики, освещение. Кафе круглое. Ну, сейчас закрыто, естественно. Ну, сейчас я сбегусь. А ты дом-то открыл? Нет? Мы вернулись, да. Мы вернулись. Ой, не судьба вишни сегодня. Домой уехать. Довольная. Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»